Здравствуйте! В эфире программа «События». Мои коллеги и я, Мэри Елчан, расскажем о главных темах дня. Коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В течение четырех лет входят в пятерку регионов России, которые одерживают победу во всероссийском конкурсе лучших практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». Роль добровольцев возросла в период пандемии коронавируса. Буквально с первых дней самарцы присоединились ко всероссийской акции «Мы вместе» и до сих пор продолжают поддерживать пожилых, одиноких и маломобильных граждан. На торжественной церемонии награждения волонтеров побывал Максим Магомедов. Активисты, организаторы, участники различных социальных проектов и акций. Люди, готовые прийти на помощь в любое время. Энергичные, талантливые, ответственные и неравнодушные. Губернатор Дмитрий Азаров наградил волонтеров региона почетными знаками и благодарственными письмами. Самарская область в лидерах по числу добровольцев. Волонтерское движение насчитывает более 150 тысяч человек. 150 тысяч армия. Армия добра, заботы, армия любви. Армия, которая творит добро каждый день. Невзирая на погоду, на время года, на настроение, на, наверное, какие-то сложности, которые есть, конечно же, у каждого человека. Так и волонтеры здесь не исключение. Они творят добро. Они дарят свою энергию, свою заботу тем, кто сегодня больше всего в этом нуждается. И я хочу вас за это, конечно, сердечно поблагодарить. Форум добровольцев Самарской области проводится ежегодно, но в период пандемии коронавируса роль волонтеров возросла в разы. С марта 2020 года работает штаб по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам в рамках Всероссийской акции «Мы вместе». Волонтеры за это время обработали 135 тысяч обращений, оказали реальную поддержку жителям губернии. В регионе действует 37 муниципальных волонтерских штабов помощи пожилым гражданам в ситуации распространения COVID-19. Работает многофункционально-ресурсный центр поддержки и развития добровольчества, который имеет филиалы в восьми муниципалитетах. В числе организаторов форума Татьяна Санникова. Она 20 лет руководит Самарским центром развития добровольчества и знает, как непросто выбрать лучших среди волонтеров. Объявляется конкурс, и некоммерческие организации, муниципалитеты пишут ходатайство в координационный совет, который у нас есть в Самарской области. И члены этого комитета голосуют за каждую кандидатуру. Соответственно, бывает иногда порядка пяти, а то и даже десяти человек на место на высшие награды. К счастью, у нас таких людей очень много. Вот в прошлом году были вручены первые награды. Вот она, красавица у меня. В этот раз в числе награжденных председатель Самарского отделения общероссийской организации «Российский красный крест» Галина Подлужная. 47 лет она помогает больным людям. Наши медицинские сестры Красного креста, они тоже не обходятся без добровольцев. Приходится обращаться к добровольцам, когда тяжелому больному требуется какая-то дополнительная помощь, кроме медицинской сестры. Спасибо, конечно, Дмитрию Игоревичу. Он очень близок к народу. И поэтому это здорово, когда губернатор общается тесно с народом. Куратор добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Самарской области Владимир Рябов рассказал о важности работы волонтеров в розыске пропавших людей. В рядах отряда есть учителя, студенты, пенсионеры, военнослужащие и сотрудники полиции. В 2021 году нам исполнилось 7 лет в Самарской области. На данный момент времени мы провели перепись населения, у нас 280 человек активных. Каждый год мы развиваемся, у нас каждый год прибавляются заявки, потому что мы становимся известнее. И каждый год у нас появляются люди, которые приходят в отряд, приходят искать. Происходит постепенная ротация состава, конечно, но с каждым годом народ становится все больше. Вот эту высокую оценку, которую нам дает местная власть, губернатор Дмитрий Игоревич Азаров, Министерство образования, она на самом деле очень помогает работать. В этом году губернатор вручил 10 почетных знаков. 5 за служение людям и 5 за развитие добровольчества. В ближайшее время самарцы примут участие в международном форуме «Волонтеры Победы», а весной отправится на 30-й фестиваль «Российская студенческая весна». Набор волонтеров уже стартовал. Максим Магомедов, Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. Безопасность горожан в новогодние праздники обсудили на заседании антитеррористической комиссии. Участие в совещании приняли руководители городских департаментов и силовых ведомств. Какую обстановку прогнозируют в Самаре на грядущие праздники, расскажет Ольга Хомракулова. Безопасность новогодних праздников в центре внимания городской антитеррористической комиссии. Глава Самары Елена Лапушкина провела внеочередное расширенное заседание. Пока эпидобстановка не позволяет проводить массовые гуляния. Однако радовать горожан будут яркие новогодние площадки по всему городу. Для обеспечения безопасности на этих объектах важно межведомственное взаимодействие. Каждую площадку обследуют на предмет антитеррористической и пожарной безопасности. Установят металлодетекторы, системы освещения и видеоконтроля. На местах будут дежурить сотрудники полиции. Будет организовано патрулирование. Будут созданы резервы сотрудников органов внутренних дел в отделах полиции по районам обслуживания для реагирования на случай осложнения оперативной обстановки. Что делать с найденными неизвестными предметами, как действовать и куда звонить? В каждом гражданском ведомстве пройдет инструктаж безопасности. Причем коснется это не только образовательных, спортивных или культурных учреждений. В каждом районе собрать все управляющие компании, председатель ТСЖ, который обслуживает и работает на территории того или иного района, пригласить, соответственно, и Росгвардию, и полицию, где бы под роспись провели инструктаж. Все городские службы будут находиться в повышенной готовности на случай возникновения нештатных ситуаций. В ближайшие дни перейдут на усиленный режим несения службы сотрудники силовых ведомств. К охране общественного порядка привлекут и народные дружины. Также на заседании подвели предварительные итоги работы за год. Террористических актов не допустили. Положение дел было стабильным и контролируемым. Сейчас, по оценкам силовых ведомств, безопасности граждан также ничего не угрожает. Обстановка в городе остается спокойной. Ольга Хомракулова, Николай Епифанов. События. В Самарской области за сутки зарегистрировали 781 случаи заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе – 185 944. Такие данные во вторник опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 599 пациентов. Всего с начала пандемии из больниц выписали 135 376 человек. В Самарской области смягчили антиковидные ограничения. Кинотеатры и концертные залы разрешили заполнять на 70% от штатной вместимости. Соответствующее решение принял областной оперштаб по противодействию коронавирусу. Заседание провел первый вице-губернатор Виктор Кудряшов. Какую динамику показывает заболеваемость ковидом в регионе, расскажем в сюжете. В Самарской области продолжается позитивный тренд на снижение заболеваемости. Хотя цифры все еще остаются высокими по сравнению с другими регионами. Рост заражения коронавирусом сохраняется у детей и подростков, а также у работников в сфере услуг. Отметили на заседании областного оперштаба по борьбе с ковидом. За 48-ю неделю в сравнении с 47-й отмечается рост заболеваемости в двух возрастных группах. Среди детей от 7 до 14 лет на 2,7%, с 413 до 424 случаев, а также в группе с 15-17 лет на 16,4% со 159 случаев до 185. В остальных группах отмечается снижение заболеваемости. Наибольшие интенсивные показатели зарегистрированы среди работников сферы услуг по-прежнему. Высокие показатели остаются среди сотрудников офисов, сотрудников образования, здравоохранения, сектора ЖКХ. Число пациентов, которые лечатся от коронавируса на дому, снизилось на 19%. Количество заболевших ОРВИ и пневмонией – на 12%. По словам министра здравоохранения региона Армена Беняна, в больницах сократилось число пациентов с ковидом и подозрением на него почти на 51%. Сейчас в стационарах проходит лечение 3866 человек с коронавирусом и подозрением на него. Свободный коечный фонд составляет 48%. Уровень заболеваемости в сравнении с другими регионами остается высоким, в том числе и из-за высокого объема тестирования и выявления заболевших. Мы, коллеги, делаем примерно в два раза больше тестов на 100 тысяч населения, чем, например, в Ульяновской области. Почти на 80% больше, чем, например, в Нижегородской области. И являемся по этому показателю вообще абсолютным лидером в Приволжском федеральном округе. И мы по требованию Роспотребнадзора сейчас приступаем к тестированию даже контактных, бессимптомных граждан. Оперштаб принял решение все же немного смягчить антиковидные ограничения в регионе. Кинотеатры и концертные залы разрешили заполнять на 70% от штатной вместимости. При этом руководители заведений должны будут обеспечить выполнение всех санитарных требований. В частности, зрителей будут пускать при наличии у них QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании, либо отрицательного ПЦР-теста, выполненного не позднее трех дней до посещения. При этом в регионе сохраняется запрет на проведение массовых концертов, дискотек и других мероприятий. Допускается работа спортивных сооружений на открытых площадках, катках и горках, но необходимо соблюдать социальную дистанцию в пунктах проката и раздевалках. Проводить новогодние праздники в детских организациях можно только в пределах одного коллектива. Общие мероприятия для двух и более классов запрещаются. По решению Оперштаба в Самарском регионе вновь подготовят обсерваторы. В связи с появлением нового штамма «Омикрон» Роспотребнадзор предписывает гражданам, которые прибывают из неблагополучных стран, оставаться на изоляции две недели. Светлана Кудрявцева, События. В Самаре продолжается регулярная дезинфекция подъездов жилых домов от коронавирусной инфекции. Особое внимание при обработке уделяют контактным поверхностям, что распыляют и вредно ли это для человека, выяснили наши корреспонденты. Это не герой фантастического фильма, а сотрудник управляющей компании. Он занимается дезинфекцией. Илья Зотов обрабатывает подъезды самарских домов от бактерий и вирусов, в том числе от COVID-19. С препаратом Септосан, хлорусодержащим. Он используется для борьбы со всеми вирусами в профилактических целях. Для человека оно безвредно абсолютно. Дезинфекция подъездов происходит регулярно во всех районах города. Особое внимание уделяют контактным поверхностям. С инфекционными средствами должны обрабатываться все контактные поверхности в местах общего пользования. Это и дверные ручки, и почтовые ящики, кнопки вызова лифта на этажах, мусоропроводы и так далее. Санитарная обработка подтверждается актом выполненных работ с подписью одного из собственников дома. Жители необходимость такой работы понимают и даже ждут. Ну это, конечно, хорошо. Потому что, чтобы не заразились, а примут таскивают, ведь люди везде ездят, ходят. В случае, если управляющая организация не выполняет работы по санобработке надлежащим образом, предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа на юридическое лицо составляет от 100 до 300 тысяч рублей. В Советском районе только за ноябрь текущего года составлено порядка 30 материалов по выявленным нарушениям. Мария Левина, Максим Гусев, События. К вакцинации пожилых жителей региона особое внимание. Они находятся в группе риска и, получив осложнение после ковида, могут никогда не вернуться к прежней жизни. Чтобы люди серебряного возраста могли своевременно вакцинироваться, на помощь приходят социальные работники. С недавнего времени они сопровождают подопечных до прививочных пунктов. Подробности расскажет Михаил Ермоленко. Супруги Бучковы уверены, что в преклонном возрасте следить за здоровьем просто необходимо. Нет времени болеть, нужно воспитывать внуков. Чтобы без опасений общаться с родными и жить полноценной жизнью, привились сразу же, как только появилась вакцина. Мы не можем с дедушкой тоже не привиться, чтобы поболели. Это же такая болезнь. И мы быстренько все привились. И вот сейчас дети уже повторно, уже второй раз привились. А мы вот сегодня идем. Мы записались. Добраться до пункта вакцинации Сави и Зинаиде Бучковым помогает соцработник Светлана. На попечительстве супруги находятся с 2019 года. Светлана помогает им оплачивать услуги ЖКХ, ходит за продуктами и лекарствами. А с недавнего времени сопровождают супругов и во время каждого похода в поликлинику. Вакцинация не исключение. Когда, допустим, необходимо сопроводить в больницу, ну, допустим, занять очередь, либо записаться на прививку, мы это все делаем. Приходим, записываем, занимаем очередь, ну, потом вот сопровождаем до больницы. За свою безопасность соцработники не волнуются. Практически все сотрудники Тольяттинского центра социального обслуживания населения привились. Поэтому без опасения приходят к подопечным. Сотрудников 81 человек, 78 из них привитых. Три человека не привиты, не успели. В этот момент заболели, в настоящий момент у них медотвод. Как только медотвод пройдет, естественно, они первым делом пойдут делать прививку. Как привитые от коронавируса, так же прививаются и от гриппа. Вакцинация от ковида эффективна и пока единственный способ обеспечить выработку коллективного иммунитета. В сложившейся эпидобстановке очень важно быстрее защитить людей старшего поколения. Они находятся в группе высокого риска тяжелого течения заболевания. Поэтому привиться для них жизненно необходимо. Михаил Ермоленко, События. Впереди вас ждут новости экономики. Их подготовила Виктория Шаре. Виктория, вам слово. Здравствуйте, мэрии и уважаемые телезрители. Красная икра дорожает. Хотя в начале осени говорили, что будут приняты меры по сдерживанию цен хотя бы до Нового года. Сколько сейчас стоит деликатес? Розничная цена держится на уровне 6 тысяч рублей за килограмм. И это при том, что объемы добычи в этом году выросли на 20%. Расскажу об этом подробнее сразу после курса валют. Курс доллара на 8 декабря 74 рубля 13 копеек. Евро 83 рубля 71 копейка. Нефть марки Brent торгуется на отметке 74 доллара 25 центов за баррель. Красная икра по мере приближения Нового года продолжает дорожать. К примеру, икра горбуша, а это самый дешевый вид икры, на второй неделе декабря предлагается в опте по 3700 рублей за килограмм. В ноябре ее оптовая цена составляла 3500 рублей за килограмм. Розничная цена пока держится на уровне 6000 рублей. Более деликатесные виды лососевой икры, нерки, кижуча и киты стоят уже более 9000 рублей за килограмм. Как сообщало Росрыболовство, производство красной икры в Российской Федерации за 9 месяцев составило 20,5 тысяч тонн, что в два раза больше показателя за аналогичный период 2020 года. По оценкам экспертов, емкость внутреннего рынка красной икры составляет около 16-17,5 тысяч тонн в год. Таким образом, уже за три квартала производство лососевой икры на 25% превысило этот уровень. В этом году вылов лососей составил около 538 тысяч тонн, превысив показатели 2020 года на 20%. Это третий результат в истории российского промысла. С 2022 года российским пенсионерам будут выплачивать доплату к пенсии в размере 5000 рублей. Право на получение дополнительных денежных средств имеют пожилые люди, чей общий доход не превышает уровня прожиточного минимума, установленного в регионе. Соответствующие изменения прописаны правительством Российской Федерации. На федеральные и региональные доплаты к пенсиям граждан в следующем году выделят более 130 миллиардов рублей. Дополнительные денежные средства будут выплачены 6 миллионам пенсионеров. Средства федеральный бюджет будет отправлять в регионы, а местные власти должны будут организовать перечисление денег пенсионерам. Минцифры и Федеральная налоговая служба ведут работы по выводу сведений о супругах и детях потенциальных заемщиков в цифровом профиле. Эти сведения потребовались после того, как в России отметки о браках и детях в паспорте стали необязательными. Сейчас с использованием сервиса банки могут получать 38 видов сведений о человеке. Напомню, Банк России и Минцифры ранее запустили пилотный проект «Цифровой профиль», позволяющий в частности подавать заявку на кредит через портал Госуслуг. Цифровой профиль объединяет такие сведения о гражданине, как паспортные данные, адрес регистрации, ИНН, место работы. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. Прокуратура Самарской области начала проверку по факту пожара на птичьем рынке. По словам торговцев, в огне погибли животные. Основной очаг возгорания находился в контейнерах с птицами, рыбками, хомячками, красноухими, черепахами, хамелеонами и другими рептилиями. Напомню, пожар начался в половине пятого утра, а ликвидировали возгорание в половине десятого. Борьбой с огнем на месте руководил начальник областного главка МЧС Олег Бойко. Пожару был присвоен ранг сложности номер два. Для тушения пожара привлечено 122 человека, 38 единиц техники. В 6 часов 32 минуты пожар локализован на общей площади 1200 квадратных метров. Горение происходит в павильоне. Ангарного типа павильон обшит профлистом. Погибших пострадавших нет, сил и средств достаточно. Для тушения пожара привлечен пожарный поезд. Минусовая температура на термометрах еще не повод выходить на водоемы. В первые дни зимы лед на реках и озерах особенно опасен. И любители рыбалки могут заплатить дорогую цену за улов. Спасатели напоминают, что от прогулок и зимних хобби на льду пока следует воздержаться. Когда в регионе ожидается ледостав, выяснила Гульфия Сафина. Ледостав на Волге в этом году ожидается позже обычного. Однако малые водоемы и затоны уже начали покрываться тонкой корочкой льда. Пора говорить об опасности выхода на эту поверхность. Ведь ежегодно в Самарском регионе подо льдом погибают от 15 до 20 человек. И нередко в данную статистику попадают дети. Первый лед, он хрупкий самый. Зима пока только на календаре, уверяют спасатели. И устойчивость льда сейчас это иллюзия. Неумолимая статистика. 3 декабря в Нижегородской области два рыбака провалились под лед. Один из них скончался. 5 декабря в Кировской области сотрудник МВД спас ребенка, который также ушел под лед. Толщина льда в некоторых мелких озерах может составлять более 5-5 сантиметров. Он рыхлый и не окрепший. Поэтому выход на такой лед несет огромнейшую опасность для жизни и здоровья граждан. Некоторые рыбаки уже начинают выходить и подтвергать свою жизнь опасности. На самом деле это делать ни в коем случае нельзя. Потому что погода, как сами видите, сильных морозов нет. Крепких морозов в регионе пока нет. И судя по прогнозам синоптиков, лед на водоемах установится не скоро. В декабрь такой переходный месяц, дни с морозами чередуются дни сотни примерно. Будет достаточно морозно, но не такие морозы, которые мы привыкли. То есть ночью до минус 8 градусов, в днем где-то до минус 5. Рейды по берегам водоемов и традиционным местам выхода на лед уже ведутся. Главная проблема в профилактике чрезвычайных ситуаций на льду, признаются инспекторы МЧС, их превентивный характер. Чаще всего попадает в схватку со льдом любители зимней рыбалки. Ну, как правило, по первому льду хорошие ловы щуки, окуня. Другое дело, надо понимать, что никакой рыбы жизни не стоит. Пишня, веревку с собой брать для спасения. И стараться одному на лед не выходить. Мы раз по первому льду с товарищем идем, и проходили проточку, и я-то остался на льду. А рядом вот плечо к плечу шлю, а он вернул. Потом уже, когда вытаскивал, видно, что полосатого прям тонкого льда. Закона, запрещающего подходить к водоему в межсезонье, нет. Поэтому спасатели советуют помнить о главных принципах сохранности. Первое. Не выходить до наступления устойчивых морозов на озера и тем более реки. Ходить на зимнюю рыбалку только группами, чтобы было кому оказать первую помощь. При себе должны быть пишня, это лом с деревянной ручкой, веревка, жилет, грелка, горячее питье и сухая одежда. А также заряженный телефон. Номера первой помощи смотрите на экране. Гульфия Асафина, Николай Сидоров. События. Баскетболистки Самары готовятся к дебютным матчам в Европейской лиге в хорошем настроении. Накануне им удалось в напряженной встрече обыграть Красноярский Енисей. Эта победа стала первой домашней в текущем розыгрыше чемпионата России. Подробнее в нашей рубрике «Новости спорта». Баскетболистки Самары готовятся к дебюту Восточноевропейской женской баскетбольной лиги. Им предстоит сыграть три матча своей группы в словацком городе Пьештяне. Соперницами станут бронзовый призер Чехии Жабины Брно, вице-чемпион Словакии Пистанские Чайки и действующий победитель турнира Минский горизонт. На европейские матчи команда отправилась в хорошем настроении. Накануне Самара одержала первую домашнюю победу в российской премьер-лиге. Матч против Енисея самарчанки начали уверенно, даже вели больше 10 очков, но к большому перерыву вперед вышли гости. Самара вернула себе лидерство лишь в начале четвертой десяти минутки. За две минуты до конца впереди вновь были сибирячки, но попадание Дженнифер О'Нил вновь вывело хозяек вперед. Больше команды кольцо поразить не смогли. 73-72 победа Самары. Мини-футбольный клуб «Динамо Самара» провел игры седьмого тура чемпионата России. Команда на выезде играла против Нижегородского торпеда. В первом тайме первого матча небольшое преимущество было у хозяев, которые забили единственный мяч. После перерыва «Динамовцы» отыгрались и стали действовать в нападении активнее. Затем соперники обменялись забитыми мячами. На 38-й минуте игрок самарцев был удален. Нижегородцы реализовали большинство. В концовке, чтобы сравнять счет, самарцы сняли вратаря, но пропустили в пустые ворота. Нанда сразу сократил счет, но большего «Динамо» сделать не смогли. Поражение 3-4. Во второй игре столько же команды смогли забить еще до перерыва. Во втором тайме самарцы сначала сравняли счет, а потом только пропускали. 4-7 из Нижнего Новгорода «Динамо» возвращается без очков. 8 декабря самарцы сыграют дома первый матч четвертьфинала Кубка России против Норильского Никеля. В Ижевске прошел Кубок России по стрельбе из пневматического оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия. Представительница Самарской области Анна Тимофеева завоевала три медали. Золотую награду в скоростной стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров, серебро в олимпийской дисциплине пневматический пистолет дистанция 10 метров и бронзу упражнение малокалиберный пистолет дистанция 25 метров. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте Самаргиз, в телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего вам самого доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok